МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, олимпийский бокс. Сегодня мы обсуждаем этот вид спорта. И в гостях у нас Никита Иванов, лидер сборной в полутяжелом весе. Здравствуй, Никита. Мы поговорим не только о спортивной биографии Никиты на любительском ринге, но и обсудим очень важные проблемы, разделы жизни боксеров-любителей. Обсудим ситуацию, которая сложилась в олимпийском боксе в связи с отбором на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Случилось некое, по нашему мнению, с Ильей нагромождение проектов. Это классический проект, три раунда по три минуты, классический бокс. Также стартовавшая несколько лет назад лига WSB, такой полуфабрикат между любительским и профессиональным боксом. И вот год назад стартовал еще один проект, профессиональный бокс в рамках АИБА, АИБА ПРО БОКСИНГ, лига APB. И мы сегодня, собственно, и с Никитой выясним, насколько вот такая сложная система отбора комфортна для современных боксеров-олимпиоников. Итак, давайте сейчас посмотрим по традиции досье на Никиту Иванова, на его достижения спортивные, спортивные подвиги. И затем вернемся в студию и представим второго гостя нашей программы. Поехали. Никита Иванов, лидер сборной России весовой категории до 81 килограмма, мастер спорта международного класса, воспитанник Тамбовской школы бокса, чемпион России, победитель и финалист чемпионатов Европы, яркий представитель жесткого бескомпромиссного бокса, участник боев первого сезона лиги АИБА ПРО БОКСИНГ. Итак, друзья, представляем второго гостя нашей программы. Сергей Смирнов, мастер спорта СССР. И самое главное, многолетний тренер одного из героев нашей программы Никиты Иванова. Прошу любить и жаловать. Алексей, хотел бы немного поправить тебя. Дело в том, что олимпионик – это победитель олимпийских игр, а те, которые хотят попасть на олимпийские игры или выступают на них, называются олимпийцами. Отлично. Спасибо за поправку. Итак, первый вопрос звучит в нашей программе. Стоило ли руководство АИБА изобретать велосипед и включать в программу отбора наших боксеров, ну вообще боксеров-олимпийцев, вот эти новые две лиги – WSB и APB? А всего, получается, три формата. Ну да. Но для меня, как для спортсменов, на самом деле, эти лиги очень интересные были побоксировать. Я боксировал и WSB год назад на встрече с кубинцами, также боксировал в APB. Мне почему понравилось? Потому что, ну, какое-то разнообразие, больше раундов, да, больше… Совсем, конечно, другая подготовка велась перед этим. Больше раундов. Также дополнительно какие-то определенные бонусы финансовые были ко всем этим боям. То есть мы, как спортсмены-боксеры, не так зарабатываем, как футболисты, если уж прямо об этом говорить, да. И вот эта возможность еще дополнительного заработка в этих лигах, она, я думаю, стимулирует каждого из спортсменов хорошо выступать в них. Сергей, вопрос к вам. Илья, извини, я просто хочу спросить. Вот сейчас отменили шлемы в олимпийском боксе, да, в классическом стандарте. И достаточно вести более жесткие перчатки. Наверное, это был бы хороший выход из той ситуации, критической сложившейся на олимпийском ринге. Ну, на мой взгляд, вообще вернуть старые правила. Нормальные перчатки, где сжимается кулачок, также без масок, три по три и по запискам. Ну, это был бы идеальный вариант. Ну, на мой взгляд, было бы очень хорошо. Вы сторонник включения в программу отбора вот этих вот двух проектов WSB и APB? Мое личное субъективное мнение. Что есть профессиональный бокс, есть бокс любительский. Разная подготовка. Да вообще, это разные виды спорта. Вот этот момент мне хотелось бы подробнее осветить. Дело в том, что вот мы здесь разговаривали до начала программы. И вы высказали такую мысль, что, хотя это и разные системы подготовки, но перестроиться достаточно просто. Буквально один-два турнира провести, и произойдет перестройка. Но вот есть и другие точки зрения, есть тренеры и специалисты наши, которые говорят, что в сущности это методически разные системы подготовки. Подготовиться к восьмираундовому бою, да, и к бою трехраундового. Совершенно другая плотность боя, другие скорости, ну, и другие тактические задачи. Ну, и физическая подготовка совершенно другая, и психологическая, соответственно. Я хотел бы, чтобы, Сергей, вы сказали, так ли это, а к тебе, Никита, вопрос все-таки. Вот ты в трех формат, во всех трех ты боксировал, какой тебе комфортнее? Сергей, вначале вы. Не, ну, конечно, это вообще разные виды спорта, как я сказал. Другая подготовка, другая. Также вот они сейчас боксируют, когда в АПБ. Мы знаем, с кем боксируем, стараемся таких же спарринг-партнеров ведем. А в любительском боксе там можно 5-6 боев и все разные соперники. А перестроиться, в принципе, ну что, отбоксировал несколько боев здесь. Ну, провел сейчас пару турниров, так же, на любительском боксе, называемый сейчас АОБ. Как сказать, на этом боксе три по три. И все, на мой взгляд, что это перестроиться. А силы в боксе всегда нужны. Конечно, в профессионалах еще больше. А так, если он занимался профессиональным боксом, вот так, скажем, по этой системе подготовки, еще сильнее стал. А перестроить три по три, еще быстрее, значит, можно... То есть, возможно, вернуться туда просто? Вернуться туда, конечно, и, на мой взгляд, подготовился. А для меня это сомнительно всегда было. Это с трех по три вернуться 10-12 или 8 раундов. Перейти туда, да. Это тяжело. Есть боксеры не все. Это, конечно, психология в основном. Но не каждый может вычислить барафон 12-ти раунда. Есть боксеры, которые именно предназначены для любительского бокса. Где тебе комфортнее, Никит? Куда я в хорошей форме, мне комфортно в любой... Проблем нету нигде. Если я чувствую себя хорошо, если я в хорошей форме, мне комфортно там и там боксировать. Но мне хотелось бы отметить, что, да, в нашем олимпийском боксе, благодаря тому, что у нас несколько боев, да, на турнире проходит, то есть, с психологической точки зрения, на каждый бой же нужно настраиваться, каждый человек себя заводит перед боем. И это, наверное, сложнее с психологической точки зрения, боксировать в олимпийском боксе, да. Физически, да, может быть, легче выдержать трехраундовый бой. Но вот в IPB или в СБ настроиться на один бой, выложиться там, отдать все свои силы, психологически намного легче на один бой настроиться. Да, физически, может быть, тяжелее выдержать эту дистанцию в высоком темпе, пятираундовую, шестираундовую и выше. На мой взгляд, что хоть ребята зарабатывают в этих лигах. Сергей, но с другой стороны, человек, который привык проводить шестираундовые и восьмираундовые бои в лиге IPB, это же другая совсем, подключение других ресурсов, другая экономия сил, скорость работы рук, другие рефлексы начинают работать, а возвращаться обратно в формат три раунда по три минуты, ну, это же, мне кажется, тоже проблемно. Где стоят перекрывшись бойцы, да, и как зайцы по барабану с огромной скоростью друг друга отсыпают ударами. Наверное, опять же, это сугубо индивидуально. На мой взгляд, боксер такого уровня, как Никита, если вообще способен перейти обратно три по три, там, провел пару турниров, ну, так же, другая чуть-чуть подготовка будет. Мы с Ильей комментировали старт лиги IPB в России, в Новосибирске, весовой категории до 52-64 килограммов, да, у нас был старт, и были крайне удивлены, потому что, например, первый бой, я вспоминаю, мы сейчас даже проиллюстрируем видеоматериалами эту трансляцию, вот вышли какие-то там непонятные номера по счету, вот, мексиканец с аргентинцем, и, вот, посмотрите, по темпу, да, по динамике, это действительно профессиональный формат, согласитесь, вот, по картинке. Да, да, дерутся ребята крепкие. Да, дальше, вышел Флесси со Слумом в следующий бой, и нокаут, вот мы сейчас его видим, мы были крайне удивлены, причем, в следующих боях, где выступали олимпийцы... Право-направо. Да, олимпийцы более высокого класса уровня, там, финалисты, полуфиналисты чемпионатов мира, ну, в общем-то, это был довольно безобразный бокс, без мыслей... Невнятный, да. Невнятный, да. И мы, как бы, посчитали нужным сделать вывод, что боксеры, сформировавшиеся как звезды уже на Олимпийском лиге, не способны в Лиге АПБ показать тот уровень бокса, на который рассчитывает АИБа, то есть привлечь зрителя профессиональным форматом, профессиональным исполнением. Но это была преждевременная идея. Да, и вот, и вот, да, и вот спустя время, пожалуйста, уже вот этот казахстанец нокаутирует того же Флесси на последнем отрезке этого турнира, да. То есть он сумел прибавить в классе за четыре тура. Ну, а обалаяние Михаиле в конце программы, скажем, вот как прошла твоя адаптация в Лиге АПБ, скажи честно? Ну, вообще, началось-то у меня все там достаточно хорошо. В АПБ я провел первый бой, я выиграл у Уорда, второй бой выиграл у иранца, который стал чемпионом. Уорда это ирландец у нас, да? Да, ирландец. У тебя же второй с ним был бой, да, правильно, в карьере? В карьере третий. Третий в карьере, да. Потому что первый бой это в классическом формате. Первый бой, да, в классическом. На Европе финале я ему уступил. Второй бой я с ним боксировал на Чпионате мира, посекся в первом же раунде. И вот третий бой у нас был в этом формате, шестираундовом, где я уверенно выиграл у него. Второй бой я боксировал с иранцем, который тоже был сильным боксером. И так легко прошел бой, что просто не дал ему никаких шансов. И потом вот что-то как-то, видимо, ну, может быть, подустал, может быть, еще что-то, потому что короткие промежутки времени между шестиравнами боями, там, меньше месяца бывало. То есть, ну, кто-то, может быть, восстанавливался лучше, кто-то нет. Вот. И вот остальные два боя проиграл. Никита, скажи, пожалуйста, какой-то вопрос, который возник сейчас. Проиграл, добавлю, да. Проиграл не самым сильным боксером, что удивительно. То есть выиграл у сильнейших боксеров, а проиграл. Проблема мотивации или что-то... Несвежий был, да? Я думаю, да. Вот по самочувствию был несвежий. Несвежий. А мотивация у меня была, конечно же, я хотел, в любом случае, ты выходишь в Канаринк, ты выходишь ради победы. Хотелось выиграть. И была вот такая надежда, что вот она уже путевочка в руках, да. Но ни в коем случае не был я расслаблен и готовился так же, серьезно. Вопросы к тебе и к Сергею, твоему наставнику. Сергей, скажи, пожалуйста, вот те правила, которые сопровождали последние годы олимпийский бокс, уравняли силы классических держав боксерских, таких как Россия, Украина, Болгария, Румыния, Венгрия. А вот этот формат APB, где, в общем-то, нужна классика бокса, жесткий удар, вот в этих форматах есть ощущение, что держава с историей, большой историей бокса, с большой победной историей, что они доминируют? Или все равно бокс равного уровня, между супердержавами, которые в последнее время себя проявили? Знаете, в боксе нужны умения же, тоже в первую очередь, помимо всей тактики, физики, технические умения. И это, конечно, те же боксеры, боксерские страны. Вот у нас боксерская страна. Школа бокса великая. У индусов же нет такой школы? У кого? У индусов нет. Да, нет, ну понятно. У китайцев нет. А у них уже олимпийский чемпион. И есть боксерская. У нас попасть в сборную страны уже подвиг, и там держаться, вот, как Никита, там с 2008 года, сколько уже, семь лет там. Поговорим об этом чуть позже. Сборная, окей. Конечно. Все боксерские все равно, и, конечно, попадаются, и бывают из других стран такие крепкие ребята, умелые, но в основном это исключение из правила. А так, конечно... Но все-таки вот в этом формате чувствуется сила лидеров бокса среди держав. Я вмешаюсь. Дело в том, что вопрос твой интересный, но он, как бы, уже, извини, лишен объективного содержания, потому что в лиге APB принимают участие первых восемь номеров АИБа. Поэтому выступают все те же боксеры из всех тех же стран, которые в классическом боксе доминируют. Так что здесь никакого отхода фактически от практики любительского бокса нет. Ну, вот мое мнение на этот вопрос, что все равно уровень бокса вырос во всех других странах тоже. То есть раньше, если мы говорим там о каких-то африканских странах, это были сладкие пирожки. Если бы он попался тебе, то думаешь, ну все, прошел. Что сейчас многие из них ребята прибавили, потому что много наших советских тренеров, российских, уехали туда и там преподавали, тренировали. И как-то, ну, со временем сейчас они тоже подросли. Тот же Алжир, тот же Иран. В моих весах очень сильный, хороший боксер. Я думаю, так же и в других весах. Поэтому сказать, что уровень бокса во всем мире не растет, это неправильно. Растет во всем мире. Никита, вот такой вопрос, и Сергей. Лига АПБ и WSB. Как мы поняли с Алексеем, одним из мотивов создания этих лиг было то, что любительский бокс, что ж скрывать, к Олимпиаде в Пекине пришел в кризисном состоянии. На Олимпийских игр в Пекине бокс занял одно из последних мест по зрительскому интересу. Вошли разговоры об исключении бокса из олимпийской программы. Это было не зрелищно, не интересно, а самое главное, вот эти знаменитые присущие любительскому боксу судейские скандалы бесконечные заслуживали. Я уверен, что и в твоей карьере было немало весьма спорных, мягко говоря, судейских решений. Скажи мне, поскольку ты уже во всех форматах боксировал, все-таки в лиге АПБ и WSB меньше судейского произвола или все тоже творится? Насколько объективно судейство, потому что я вспоминаю чемпионат Европы в Минске. Мы тоже поговорим о твоем успешном выступлении там. Вспомним бой хитрого украинца с Куигли, ирландцем. Красавец хитров ошеломлен судейским вердиктом. Победу отдает ирландцу. Тут боя не видел, кстати. А вот по поводу вашего вопроса, насколько я помню, в Пекине, когда были правила, еще, по-моему, считались очки удара кнопочная система. Кнопочная система это такая система, когда каждый удар оценивается, если попавший, трое судей нажимают. Ну и там свои хитрости есть. Свои хитрости есть, конечно, везде. И то есть бокс вышел на такой уровень, уровень, как сказать, фехтования. То есть главное попасть, главное ударить, чтобы было соприкосновение, чтобы тебя нажали. И в то время в Пекине в основном побеждали боксеры вот такого формата. Барабанщики, которые там ударили, убежали. Игрового плана, наверное, даже больше побеждал боксеров. Потом произошли изменения в боксе, в олимпийском боксе. Кнопки вот эти убрали. То есть, ну, перестали считать именно удары, а стали смотреть картинку боя. И начали судить. Я помню, наверное, первое соревнование, когда такая система пришла, 10-9, 10-8, начали судить. Это, по-моему, была Европа как раз в Минске. По записочкам. Ну, не по записочкам. Там, наверное, тоже, по-моему, кнопки, только смысл того, что, как раньше, по запискам судили, смысл того, что смотрят, если раунд выиграл. Каждый раунд оценивался как 10-9, 10-8, если иногда он еще... Ну, это подсчет как у профессионалов. Да, смысл в том, что изменился подход к боксу и начали смотреть именно картинку боя. Кто доминирует в боксе, кто не только там наносит удары, но кто владеет инициативой и всем остальным. И то есть, вот как раз, наверное, первое крупное соревнование это был чемпионат Европы в Минске, где многие перестроились и наша команда тоже понимала, что сейчас есть такие изменения и у нас была задача у всех владеть инициативой в ринге и не отпускать эту инициативу и постоянно прессинговать. в Минске уже по запискам судили. Потому что, я хочу сказать вот что, в ответ на это замечание, раньше судью могли привлечь на основании его подсчета очкового за его субъективное мнение, да, вот, как он насчитал сколько очков, а сейчас это мнение выражено в записках и он просто так считает и все. Вот мне кажется, здесь гораздо больше коррупции в судейских решениях. На мое мнение, на конкретно отвечаю, лучше стали судить, да, мое мнение, что да, в тех же самых лигах, вот, во всяком случае, в своем весе, которые я бои видел, победили все те, кто реально победил эти бои. ВСБ так же, мое мнение, что так же усталило, стало, И все ребята, с которыми ты общался? Ну, с которыми я общался, в принципе, да. Нет, мне к Сергею специфический, методический вопрос. Дело в том, что Сергей, как ученик Николая Дмитриевича Кромова, нашего великого тренера, мне интересно, наверняка он работает с боксерами, говорится, в стиле олдскул, так сказать, такой классическая, старая школа. Советская. Да, советская. И которая предполагает умение, в том числе, работать по туловищу, по нижнему этажу. Вот не обидно ли вам, что вы учите своего боксера этому, а это не оценивается судьями? Это не нужно. Понимаете, по животу надо бить, оцениваться, не оцениваться. Как бы не силен был физический соперник, если ему наносить, обрабатывать корпус первого раунда, третьего раунда он подсядет и поэтому и подустанет. Поэтому по корпусу надо бить обязательно. Сейчас же уже оценивается. А судейцы, она всегда навекания вызывала. Сейчас до мной, хоть вроде возвращается, как бы там 10 и 9, но судит 5 судей, а дает по трем ее. Куда двое удивляются? Гаэт убирает компьютер. В чем причина такой формулы судейства? Мы иногда не понимаем решения руководства АИБа. Илья, автор такой теории, что кризис бокса олимпийского связан с тем, что в последние десятилетия АИБа руководят люди не из боксерских держав, а в тот же Чаудре. Это не моя идея, это идея Владимира Ильича Генлина. Хорошо. Ты ее озвучил для меня в свое время. Действительно, Пакистан, Тайвань, Вот если был бы человек из Германии или из России Болгарии на ходу и конец, как помните в 80-е годы руководил Болгарин Жечев Европу вел. Ну, вот имеем такую точку зрения? Имеет такая точка зрения право существования? Возможно и так, что люди не занимающиеся боксом хотя бы этим делом интересоваться поглубже, тогда может быть можно что-то менять. Хотя будут пытаться этими лигами менять. я вот выскажу свое мнение, что на мой взгляд нужно возвращаться к старой схеме. Простой, да, отработанной. Три по три судить по запискам за нормальные перчатки без шлемов. 10 очков, а не 60, да, вот. Ну, было раз в 2019, сейчас 10, 9. Ну, смысл-то, суть-то не меняет. Все-таки, чем меньше, чем понятнее. Понимаете, те же перчатки все же началось из-за того, что, как убрать бокс из олимпийской программы, начали там маски, перчатки, чтобы травматизм меньше быть. А на мой взгляд, вот те же перчатки, которые сейчас начинают, они вот боксируют, ну, сейчас более-менее, хоть когда-то в Адидасе, куда-нибудь шло, а вот Гренхилл, там, и еще. Это в олимпийском боксе, правильно? Да, в олимпийском. Не сжимается кулачок, и дети учатся так же. Да, может, он сильно так не ударит, но кто-то бьет сильно, кулачок не сжимается, травматизм кистей, и тоже, я думаю, неправильно. Может быть, как-то спасает, да, от нокаутов. Раньше, раньше ставили оценки, насколько я помню, даже за технику исполнения от того или иного приема, удара. Потому что, когда бокс был жестким, тогда и защита была более правильная, и травм было меньше. Учили людей защищаться, школа была другая. Сергей, у меня вопрос сразу по ходу. Как бы вы определили стиль в ринге Никиты Иванова, и как бы ты свой стиль определил? Потому что, например, я иногда, мне нравится, как он боксирует, а иногда нет. Вот застревает на ближней дистанции, плохо двигается на ногах, вот клинчи, вот все то, что иногда раздражает в боксе. Вот все-таки стиль Никиты Иванова в ринге. Он боксер силового, агрессивного плана. Его лучшие качества это дальняя, средняя дистанция, напор, серийная работа. А с какими соперниками ты себя комфортно чувствуешь, а с какими не комфортно? Ну, на самом деле, по-разному я выигрывал и у таких игровых боксеров, да, тот же Долла Крусу два раза у него выиграл. Чемпиона мира двухкратного. Также выиграл и у силовых, и у маленьких ростом, там, крепких боксеров. Но любишь ты подраться в ринге? Ну, было такое, что и проигрывал таким. Но любишь ты в ринге подраться? Есть такое? Есть, конечно, такое, однозначно. Это контролируемая ситуация, Сергей, в случае с Никитой? Или есть моменты, когда он, ну, работает в своем стиле? Не, бывает, конечно. Не всегда порой выполняет то, что мы с ним наметили на бой. Подхватывает его, наверное, да? Да. Ну, хорошо, когда это проходит, понимаете, победителя не сует. Никитой. Никита, вот, никогда не забуду, на мой взгляд, вот это мое субъективное мнение, может быть, ты, естественно, с ним не согласишься. Лучший бой, который я видел в твоем исполнении, это знаменитый бой с решавшей, как будто бы решавшей, кто поедет на Олимпийские игры, по-моему, на чемпионате страны с Артуром Бетербеевым. Нет, это была восьмерка перед чемпионатом мира. Перед чемпионатом мира в Азербайджане, да? В Баку. В Баку. Да. И вот финал, с Бетербеевым, да, ты вышел, и большую часть боя все шло ровненько, очко в очко, как говорится. На мой взгляд, у тебя было преимущество. И вдруг, вот мы говорили о судейских там всяких вещах, вдруг, вот я так и не понял, за что тебе делают предупреждение. И Бетербеев два очка получил. И два очка Бетербееву накидывают автоматически, и как бы уже на этой волне бой заканчивается, ты, если не ошибаюсь, два очка Бетербеев у тебя выигрывает. Два вопроса. Не было ли тебе обидно, что так, как мне кажется, тебя сплавили? Вот. Во-вторых, честно, вот, зрителям скажи правду, вот считаешь ли ты, что если бы ты тогда победил, это что-то бы изменило? Или уже все равно было решено, кто поедет на чемпионат мира, и кто будет главным у нас претендентом на Олимпийских игр? Я вас понял. Понимаете, я как сам спортсмен, как боксер, да, который видит бой изнутри, в ринге, мое личное мнение, что тот бой я немножко проиграл. То есть, тут у меня претензий к судям нет. Ну, я отдал последний раунд, может быть, где-то инициативу, и чуть-чуть меня не хватило. Насчет предупреждения, справедливо было или нет? Ну, как бы сказать, до этого просто были, у меня до этого два боя, в которых я грешил этим, этим же ударами, понимаете, открытой перчаткой. Открытой перчаткой. Открытой перчаткой. И тот же самый судья не сделал предупреждения. Он бы мог бы, конечно, в том бою, может быть, здесь уже просто, ну, сколько можно было терпеть мои погрешности. Тот же судья был, как Михаил Яковлевич Буткин, по-моему, был. И уже сколько можно было терпеть эти погрешности, но и в этом бою, видимо, терпение его кончилось, и он сделал предупреждение. Какой-то обиды или еще что-то к этому нету. Начнем с того, что тогда я был мастером спорта, который только-только пришел в сборную, только-только попал в сборную после чемпионата. До 22 лет я выиграл Олимпийские надежды. Для меня даже тот же самый бой с лидером сборной, таким сильным панчером Артуром Бетербеевым был как бы такой бой принципиальный. Мне хотелось просто сделать все, что я могу в этом бою. И для меня, может быть, и сама победа была не столь важна, сколько проявить характер, проявить свой дух и отбоксировать на высоком уровне. И проявить подбоксированный стиль. Да. И вот так получилось, что немножечко, опять же, в моем понимании, я этот бой проиграл. Вот. И потом, как бы, кто бы поехал на чемпионат мира или кто бы не поехал, я думаю, в любом случае, человек, который, как он, на тот момент прошел уже такой длинный путь, он много тоже выстрадал свое место. Там были и Макаренко, был и тот же самый Егор Михонцев, был Ковалев Сергей, который сейчас в профессионалах боксирует. Это была очень сильная плеяда боксеров. Вот еще был, по-моему, со Старого Оскола Галла, Михаил. Миша Галла, кипел Европы в Перми. Все очень сильные боксеры, и он выстрадал этот путь, вышел. И, конечно же, наверное, в моем понимании, он заслуживал больше этой поездки, чем я, молодой, перспективный, который только-только пришел, и который только-только накатывается. Мы перечислили фамилии, да? Как ты выживал вот среди таких имен, как Михонцев, Бетербеев? Мы часто бывали на базе в Чехове, да? Ты с Сашей Лебзиком работаешь, работал и с Хромовым. И вот эта конкурентная борьба, она постегивала тебя, или все-таки лишала надежды? Позволю уточнить вопрос. На мой взгляд, здесь я хочу развернуть вопрос таким образом, если ты не возражаешь, Алексей. Вот в начале Бетербеев, да? Потом вернулся в твой вес Михонцев. Я вообще с уважением к тебе отношусь еще и потому, что ты все эти годы за спиной вот таких монстров терпел, продолжал верить в себя и продолжал верить, что ты будешь первым номером. Вот каково это было за спинами таких гигантов продолжать верить в себя? Все было, конечно же, в любом случае с Божьей помощью. Я верил в Бога, верил в себя, то, что когда-никогда придет и мое время. А то, что такие сильные боксеры были лидерами, да, и с которыми мне приходилось соперничать на тренировках и в боях, меня только подсвегло к более усердным и усиленным тренировкам. Мне хотелось добиться тех же результатов, как и они, может быть, и постараться, конечно же, в любом случае у них выиграть. Сергей, над чем работали, когда выходили в ринг против Михонцева и Битербиева? Все-таки это лидеры сборной были в своем весах, потом смена весов, весовых категорий произошла, но встречались и с тем, и с тем. Над чем работали, чтобы превзойти, показать лучший бокс на чемпионатах? Никита так пахарь, он работает, он совершенствуется, я просто узнаю с 2006 года, на первой спорте молодежи, мы поехали с ним, я стал, он третий там. Понимаете, он совершенствует, он работает, как он работает, многим примером надо ставить, понимаете. И так же, да, это лидеры, как он, он выстоял очередь целой, Михонцев, Битербиев, достало его время, понимаете. А сколько лет вы уже вместе работаете? И как вы начали вместе работать? Ну, вот как я вам сказал, я первый раз увидел кто-то кеда молодежи в Костроме. В 2003, да? В 2006, первое, это молодежь в Костроме, это центрального федерального округа, вот он там выиграл, завоевал себе путевку на поездку на Всероссийскую спартакиаду молодежи в Хантамансийске. И вот он там стал третьим, проиграл в полуфинале Михалкина, боксер был из Москвы. Зато вы уже увидели, что это тот ученик, с которым вы хотите работать, да? И потом он поступил в горный университет, Кашут Иванович, Горокяна. Там все самое лучшее в Москве школа боксерская, да? Я-то, как был старший тренер области Центрального федерального округа в свое время, и вот возил, ездили мы на сборах, так вот так с 2008 года как-то сошлись, поговорили с Сашотом Ивановичем, ну и начали вместе работать. Никита, мы с ним общались, много раз говорили о боксе, он сказал, что у тренера свой взгляд на бокс, у меня свой взгляд. Часто спорите, и вот о чем? Дискутируем, дискутируем и спорим, и по-разному. Я просто по его структуре тела он должен вообще-то боксировать по-другому, на мой взгляд. Движение, двигаться, передняя рука, та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, никак не силовой манер, понимаете? А вот он, как он научился так, понимаете, и вот он боксирует, боксирует так, как его научили в свое время, понимаете? Кто получил фамилию? Нет, у него первый тренер, там, воспитающий приедал, тоже боксеров. Самый разный, такой же был его друг, Ну, как Нурмагомедов Абдулхамид, тоже мастер спорта международного класса, член сборной России был. Он вообще в другой манере боксировал. Представляете, у одного тренера могут быть разные боксеры. И тем не менее, как говорят в теннисе, да и в боксе тоже самое, тренеры говорят, как поставишь в стойку, как научишь первые два года, так боксер всю жизнь и будет боксировать. Ну, Борис Николаевич Греков, Царство Небесное, он говорил, что еще можно исправить юниора первый год обучения. А потом все, ну, понимаете, мышечная память, как же хватило, все, боксера уже не переделась, если он там где-то не поставлен. Ну, это классика спора. Поэтому так важен первый тренер, да? Споры Бориса Николаевича с Сашей Кошкиным, когда он говорит, Саша, 12 кругов пробеги. Он говорит, ну, это много, ну, хорошо, много, ну, 6. Он говорит, ну, 6, пробежал, уже хорошо. Так что борьба тренера с учеником на каком-то уровне она присутствует. Все время споры какие-то там. Объясняем, где-то договариваемся как-то. Споры хоражаются, естественно. Не, ну, что касается тренировочного процесса, то таких уж прям глобальных споров у нас никогда нет. Я придерживаюсь строго мнения своего тренера, потому что я знаю, что в любом случае, многому, чего я достиг, я обязан именно ему. Это человек, который со мной проводит, ну, большую часть своей жизни, да, чем не с семьей, а именно со мной, как со спортсменом. Вот, поэтому в любом случае он как тренер, он видит и меня как-то формирует как спортсмена. И в тренировочном процессе бывают у нас какие-то разногласия небольшие, но это все заканчивается очень быстро. Никита, у меня вопрос к обоим. Вот твой пик твоей карьеры, на мой взгляд, пока, пока, будем считать, это чемпионат Европы в Минске. Все-таки чемпион Европы. Вспомним, покажем картину еще, вспомним. Затем ты был серебряным призером чемпионата Европы, вот, наконец-то, и повесил золотую медаль. Вспомните оба, коротко, как ты прошел по турниру и какие у тебя впечатления у вас у обоих от этого турнира остались? Смотрим финальный поединок с голландцем Мюлленбергом. Удивительно, голландцы еще боксом занимаются, да? Нет, бывает. Кстати, крепкий парень такой оказался, на самом деле. До финала дошел, мы смотрели все его бои. Ну, он такой, вот, как мое мнение, да, в плане боксерском, не такой, там, умный, да, как боксер, а немножко, я не хочу сказать и обидеть человека, там, туповат в боксе или еще что-то, да? Тинобитная машина. Да, такое. Ну, просто, опять же, были такие правила, что нужно, необходимо было владеть инициативой с моей стороны, если я хочу выиграть этот бой. Поэтому мне пришлось с ним боксировать именно в такой форме. Может быть, если бы я знал, что как-то, я бы постарался бы обыграть его или еще что-то. Повлиять на суде благодаря эстетике бокса, да? Да, какое-то, да. А вот тут у меня именно нашла коса на камень. Это самый тяжелый твой бой был? Нет. На Европе? Да. Вообще, эта Европа для меня прошла очень легко. Я был хорошо готов. Что тренер думает? Да, он прошелся хорошо, там, в полуфинале даже в Беларуси. Проехался катком, да? Да, так, в полуфинале, там, парень снялся из Беларуси, он у него до этого выиграл на Кубке Беларуси. Ну, пять медалей мы там взяли в Минске, да? У нас была очень хорошая команда, и ребята хорошие, и все тренера, так у нас дружный коллектив был. С нами работали психологи, которые тоже формировали нашу команду. А сейчас работают психологи? Сейчас в данный момент нет. Потому что я слышал, что женщина со сборной психолог работала, и были даже какие-то позитивные результаты. Даже, по-моему, она даже чемпионат Европы в Москве, да? Нет, и знаете, она работала первый раз на чемпионате мира в Милане, где наша команда выиграла первое общекомандное место, где было очень... Две, по-моему, золотые, да? И семь финалистов. И четыре серебряные, да? Да, шесть финалистов, да. Вот, то есть, ну, тоже такое первое общекомандное место заняла наша команда. И тут второй раз она работала на Европе, где такая же ситуация. То есть, ну, со стороны практики это говорит о том, что... Есть результат. Да, есть результат. Так, ну, что, вернемся к неприятной теме. Расскажи предысторию. Во-первых, мы сейчас вспоминаем, что от Европы. И ты говоришь, что было очень здорово. А мы с Ильей на бойце комментировали чемпионат России в Ростове. Ну, во-первых, первый стресс и шок мы получили, когда определили, что из девяти боев, там, один бой был, Веткин снялся, да? И одного боя не было в одной из весовых категорий. А в большинстве боев абсолютно почему-то победы отдавались не тем бойцам, кто выиграл. Как нам казалось. Да, вот. Ну, я отставил свою точку зрения, готов ответить за свои слова, да? Вот. И был с тобой жесткий разговор. Мы с тобой впервые... Полемик, жесткая полемика. Нет, жесткая полемика, да. Ты был раздражен, и тебе было неприятно того, что мы, значит, отдали оценку твоим действиям в бою против Дмитрия Бивола, твоего старого знакомого. Это был третий бой с тобой. Мы отдали преимущество в бою Дмитрию Биволу. Да, да. И на наш взгляд он был более адекватен в этом бою, более хорошо чувствовал дистанцию. Вот. Давай вспомним эпизоды этого боя. Вот Илья сейчас проведет такой легкий анализ. Еще раз сказать, просто нам важно разобраться в этой ситуации, да? Нет, ну, мое мнение такое, оно довольно банальное. Дело в том, что, несомненно, боксер в самом в ринге и человек, смотрящий со стороны, ощущают бой по-разному. Это во-первых. Во-вторых, в чем вот мне кажется... Ведь ты третий бой проводил с Биволом. Два боя у вас были, да? И мне кажется, он не самый удобный для тебя соперник, потому что, ну, в таком советском понимании, может, Сергей меня поправит, он такой более-менее классический челночок такой. Пару шагов вперед, тык-тык и отход назад. Передняя рука очень чувствительная. Передняя рука, так сказать. И он заставлял тебя делать в этом бою то, что тебе, на мой взгляд, абсолютно не присуще. Ты ведь боксер атакующий, жесткий. И он вот, поскольку, на мой взгляд, ты не совсем успевал за нем на ногах, он заставлял тебя немножко переходить, пересаживаться на заднюю ногу. И ты не успевал контратаковать его, когда он начинал движение назад. За счет этого, мне кажется, он имел определенное по количеству ударов преимущество. Мне кажется, это оказало влияние на судей. Главное, что он увидел начало твоих атак, Никит, часто. Передняя рука его была определяющей в этом. В чем неудобен был Бивол для тебя в этом бою? Не, ну, вообще, с Биволом, с Дмитрием мы на тренировках много работали. Вот до этого проводил я с ним бой, по-моему, в Соктевкаре на России, где тоже он уступил. Очень сильный и хороший боксер, однозначно. Но тут я просто как боксер, вам могу сказать, из ринга, свою точку зрения. Также по поводу с Битербивом, да, вот мои ощущения были, что я немножко проиграл этот бой. Также вот с Биволом мои были ощущения, что я немножко этот бой выиграл. Почему? Объясню. Потому что в этом бою я владел инициативой. Именно если раньше было судейство такое, как по кнопочное, да, по ударчикам, как фехтование, то, может быть, где-то, где-то, ну, чуть, может быть, он нанес там как-то побольше. Хотя, опять же, пересматривал бой несколько раз, может быть, я также ему наносил эти удары, но инициатива и картинка боя была за мной. Поэтому, как мне показалось, в этом бою все-таки я одержал победу, да, немножечко, может быть. Но, как бы, на суде грешить не буду, потому что, видимо, надо было лучше выигрывать, сильнее выигрывать, чтобы не было никаких, не давать возможности никакой, чтобы, ну, ярко боксировать. А тут немножечко, видимо, не получилось у меня. Опять же, почему? Потому что у нас на чемпионате России была жеребьевка. У кого-то чуть легче, у кого-то чуть тяжелее. Все же это к финалу сказывается. Ну, соперники, безусловно, да. С кем ты проводил бои, да, это. Но суть в том, что, суть в том, что вот в этом бою у меня такое вот было внутреннее свое ощущение. Никит, не могу сказать, что ты меня убедил, но мы, как говорится, остаемся присвоить с уважением друг к другу. Но если предположить, что ты прав, тогда вообще удручающая картина получается. Тогда выходит, что все бои, которые мы с Алексеем прокомментировали, абсолютно все были отданы не тем соперникам, кого мы считали победителем. Это вообще уникальный в этом смысле чемпионат был. Нет, ну это ваше мнение, что судьи немножко неправильно отдавали победы в финальной части соревнований. Я вам так скажу. Я просто не смотрел финал, потому что я боксировал и готовился. Поэтому я ни одного боя не видел. Я могу сказать, что вы после этого изучили мнение тех специалистов, я не буду называть фамилии, они к сборной имеют отношение, они согласились с нашими вердиктами, мы же общаемся плотно. И было обсуждение на одном из сайтов боксерских, десятки людей тоже высказали мнение. Понимаешь, в чем дело, Никит? Когда, естественно, когда комментатор комментирует, естественно, у него какие-то субъективные предпочтения возникают, он иногда ошибается. Но когда все бои финала, все до единого, были отданы решения не так, как ты это видишь, это, конечно, и такого я никогда в жизни не видел. Ну, опять же, Алексей, почему в тот момент я подошел, как бы завел этот диалог с вами, да, разговор. Мне, как мне, опять же, это мое индивидуальное мнение, как мне кажется, что комментаторы во время комментирования боя, они могут настроить публику либо на то, что как они, на свою точку зрения, как они видят этот бой. И многие же ведь смотрят, не все же смотрят именно боксеры, да, которые разбираются в боксе. Многие смотрят, там, чьи-то родители, чьи-то родственники, чьи-то просто друзья. Они смотрят, и уже отталкиваясь от вашего мнения, они видят бой совсем другой, ну, по другой картинке. Что же нам делать? Что можно. Мы же не можем не говорить то, как мы видим, согласитесь? Ну, согласен, да, это ваше мнение, это ваше мнение, вы много боев просто смотрели. Никит, я тогда, поскольку все-таки такое разошел, мы пообещали, что пригласим тебя на эфир и разберем это по-честному. Мое впечатление, наверное, я с тобой согласен, что как агрессор, как пытающийся доминировать в бою, да, ты был первым номером. Но я бой вижу начало и конец таким образом. Передняя рука Бивола в начале боя была более точной. Он предосхищал твои атаки и попадал в концовки раунда последнего, ты пропустил несколько ударов. Ну, вот это мое мнение. Это спорт, это спорт, и многие великие бойцы проигрывали. Но я могу сказать, что твоя дуэль с Биволом, она вошла в историю, как один из классических поединков современного любительского ринга. Сергей, что ты думаешь? Это опять же, а нам интересно, да, нам интересно там судить. Ровненький бой, но я думаю, Никита выиграл. Надо же судить так же, как по сегодняшним правилам, вводение инициативы, количество ударов. Да, вот сейчас мы даже смотрели моменты. Да, Биво убьет, но больше по перчаткам, по локтям. А этот заканчивает атаку и заканчивает атаку передней рукой или в корпус, или в гол. Опять же, субъективное мое мнение, как это его тренера. Ну, когда проигрывает он, проиграл, да. Все там говорить. Знаете, что, Сергей, я просто хочу сказать о том, что наша программа единственная, да, о боксе, где мы пытаемся анализировать, проводим боксерскую аналитику. Таким образом, мы выстраиваем культуру взаимоотношения журналистов и боксеров. У меня вот какой вопрос. Давайте оставим это уже в стороне. Все остались, как говорится, при своем мнении, как мы уже сказали, взаимном уважении. Давайте вот о чем. Вот у нас здесь присутствовали Евгений Борисович Судаков и Александр Борисович Лебзяк. Вот мы с ними целый час провели, двумя важными лицами, главными функционерами нашего бокса. И лично я, к стыду своему должен признать, я абсолютно не понял систему отбора на Олимпийские игры вот среди всех трех разных форматов в трех лигах. Может быть, вы нам поможете? Возвращаемся к началу программы. Сейчас более подробно об этом поговорим, поскольку прошлись по карьере уже, Никита. Что так все сложно? Какие-то все время поправки. Вот сейчас выиграли ребята, Алоян выиграл Лигу ЭПБ, получил пояс Михаил. И вдруг мы, уточняя, что дальше ждет Михаила, услышали такую формуру, что он еще должен с финалистом еще раз встретиться осенью. Просто, да. Финалист, вот сейчас прошел первый этап ЭПБ, он завоевал путевку. Он завоевал уже все? Он завоевал путевку, да. Сейчас второй круг, вторая путевка. И вот два победителя между тем, вроде как за миллион долларов будут боксировать. У них есть уже путевки, просто денежные, чисто за деньги бой будет. Опять же, возможно... А вопрос по путевке уже... Все решено. Тогда еще один вам вопрос, по нагрузку к тому же. Вот мне кажется, это бредовая, честно говорю, система именных лицензий. Поскольку вот я смотрю бокс с 63-го года, так ни много, ни мало, я помню, как много может измениться в боксе, в весе за один год. Один боксер может вдруг потерять спортивную форму, мотивацию и пикировать, начать вниз. А другой молодой парень из второго эшелона вдруг начать стремительно подниматься. И эти именные лицензии, которые иногда выдаются за полтора года до Олимпийской игры, они не могут учитывать этого фактора. Как же быть с этим? По-моему, это бред. На мой взгляд, что наша страна, как я уже говорил, боксерская страна, должна иметь 10 путевок на Олимпиады, без всякого отбора. Существует же... Как тренер решит, да? Не именные. Кто на данный момент лучше, и весь тот должен ехать. На соревнованиях. Почему? Существует же в FIFA таблица коэффициентов, как в Лиге Чемпионов играют 4, испанских, итальянских, английских, а наши только 2. Не знаю, перед Миланом в 2009 году была таблица коэффициентов, и там у нас лидеры почему-то были на каком-то 15-м месте, а какие-то китайцы на первом. Это как-то мутный вопрос. Вообще, вот то, что ты сказал, Сергей, это, кстати, очень похоже на американскую систему. Рейтинг, рейтинг. Да, мы знаем, что американцы, им, в принципе, на все соревнования любительские, кроме Олимпийских игр, наплевать. Поэтому даже те бойцы, которые проигрывали регулярно нашим бойцам во время товарищеских матчей СССР-США, например, Анатолий Камнев, покойный, постоянно выигрывал у Спинксом. Три раза, по-моему, он выиграл у этого Спинкса и был весьма счастлив, когда он попал в первом круге Олимпийских игр на этого Спинкса. Когда потом он весь в синяках и шишках вылетел... Это 76-й? Да, в 76-м году. Это был совершенно другой Спинкс. Он по-другому подготовился, он легко выиграл эти Олимпийские игры. Вообще, до 76-го года, насколько вы помните, у нас сборная великолепно выступала в международных соревнованиях, и думали, что все едут на Олимпиаду, и все, и Рыбаков там блеснет, и ничего не вышло. Я к тому, что вот этот принцип, о котором ты говоришь, Сергей, он как раз вот такой вот был, как американский. Зачем эти именные лицензии? Зачем эта усложненная система три формата? Вот я не понимаю, как будет... Вот человек, допустим, кто-то из WSB наших ребят, да, выиграл, да, все бои провел великолепно, да, выиграл. Выиграл WSB. APB выиграл, да, человек. И также чемпион страны, вот три раза, к примеру, вот человек три подряд чемпионата страны выиграл. Как среди них будет распространять, решаться, кто из этих троих в одном весе поедет? Вот мне непонятно. Где критерий-то будет? Может быть, вы объясните? Ну, как я понял, да, из всего из этого, ну, мы, кстати, ездили всей командой нашими боксерами в Казахстан, как раз на семинар, когда была IPB, и нам все об этом рассказывалось. Мой тренер ездил в Италию на семинары тренерские, где тоже это все объяснялось и рассказывалось. Это семинары, как вы должны выступать в каждом из проектов. Объясняет смысл всех этих проектов. То есть это не так вслепую мы взяли и вступили в это. Жалко, нас никто не пригласит. Мы до сих пор не понимаем. Да, кстати, вам было бы интересно. Очень хорошо так проведено было, доступно. Ну, слушай, извини, пожалуйста, а в чем разница, по большому счету, по ощущениям, между WSB проектом, вот этим полуфабрикатом, между либийским профессионалом и IPB? Вот в чем разница? Я понимаю, там раунды... Кроме раунда, количество раундов. Кроме количества раундов, тут команда. То есть все-таки команда тут может... Ну, команда. Ты можешь, допустим, выиграть, да, двое человек вас выиграют, а трое проиграют, и команда улетит, проиграет, да? Я понял, я понял. А тут личное первенство, то есть в любом случае... Но по ощущениям в ринге... По ощущениям в ринге, что тут пять раундов, что тут шесть раундов, сильных изменений нет, да? Но чуть физически потяжелее в шести раундовых однозначно боях. В WSB хорошо, вот ты приехал командой с ребятами, все дружно, вместе, друг за друга, за страну, пошли вперед. В IPB каждый сам за себя, но также за страну, за верт, за царя, за отечество, тоже так же вперед идешь. Я вернусь вот к такой теме, поскольку мы заканчиваем уже про эти проекты говорить. И все-таки, Никит, скажи, вот Сергей сказал, что никакой проблемы нет перестраиваться, в одном стиле работать какой-то сезон, да? Потом вернуться обратно. В формате, в одном формате, да. Да, вернуться обратно, три по три. Вообще, вот по твоим ощущениям, как-то влияет вот эти вот участие в этой лиге IPB на твою технику, на твой подход к боксу? Приходится ли тебе ломать себя? Ломка происходит? Ломка происходит, нет? Нет, мне нравится. Меняется движение, меняется направление удара руки, там, не знаю, вот такие тонкие-тонкие ощущения, которые может чувствовать боксер-профессионал. Ну вот те бои, которые я выиграл там, да, то есть я боксировал в такой же форме, с таким же натиском. Все шесть раундов меня хватало, так же, как три раунда, так же шесть раундов меня хватило. Да, чуть-чуть, может быть, потом в других боях подустал уже. Вот. Поэтому никакой ломки, никаких таких напрягов серьезных не было. Подготовка была хорошая, длительная, да. Вот. А по поводу, как раз хочу вернуться к предыдущему вопросу, потому что я все-таки вам до конца не разъяснил, это по поводу ВСБ, IPB. Самые ранние отбираются в IPB, путевки завоевываются. Вот сейчас одна путевка есть, сейчас второй круг идет, она уже никуда не теряется путевкой, даже если Миша, не дай бог, там проиграет, бой или еще что-то, у него она будет. Кто-то его заметит. Просто, да, у него будет, нет, его никто не заметит, он будет, у него есть путевка эта. Просто у него будет денежный бой, просто за то, чтобы получить какой-то гонорар. А если он перед Олимпийскими играми травму получит? Ну, дай бог, этого не будет. Не дай бог, да? Вот, подождите, потом идет следующий отбор, это отбор ВСБ, WSB. То есть, следующий отбор, да, то есть, если ты уже как спортсмен национальной сборной отобрался в какой-то IPB, то все, уже дальше, ну, никто другой в этом весе не отберется. А после уже, WSB, идет отбор уже на классическом боксе, Олимпийском боксе, это чемпионат мира, квалификационный, и несколько турниров квалификационный. Ну, давай все-таки вернемся отчасти к теме. У нас сейчас в IPB три человека именные лицензии завоевали, Олимпийские. Это Михаил Алаян, да, это Армен Закарян, и это Алексей Егоров. Алексей Егоров. Ты блестяще начал, но потом что-то у тебя слегка смазал ты свои выступления. У тебя есть свои болельщики от их имени, спрашиваю тебя, у тебя есть еще шанс побороться за Олимпийскую лицензию? Судаков сказал в прессе, что вы имеете возможность вернуться в проект и завоевать путевку. Именно в этом проекте? Да. Будет все ясно в середине апреля, к концу апреля. Ты бы хотел именно в IPB? Я бы хотел в любой из этих версий продолжить бокс. И как бы завоевать лицензию и с Божьей помощью принести команде России золотую медаль. Дмитрий Бивол ушел в профи сейчас, провел свой первый бой. У тебя были мысли, Сергей, были у вас мысли в профессионалы пойти? Или все-таки зацепились уже за Олимпийское золото? Да нет, если проигран бой, то не значит проигранная война. Понимаете, все шансы оставались. Не ушел бы, значит, еще до Олимпиады сколько... Нет, вопрос не об этом. Вопрос не о каких-то обидах. Вопрос в том, что по манере своей, все многие так считают, что Никита, ему бы проблем не было перейти и стать профессиональным боксером. Он в манере ближе, допустим, того же самого Бивола, на мой взгляд, к профессиональному боксу, нежели чем Бивол. Почему вы были в голове мысли пойти в профессионалы? Или вы все-таки на Олимпийских играх сосредоточились? Какие-то размышления, может быть. Мы хотим повыехать на Олимпийские игры, в первую очередь. У нас ЭПБ в проекте уже трое, да? Вот давайте вспомним, как Аланян завоевал пояс. Есть у нас кадры, Михаил первым завоевал, да, пояс. ЭПБ, посмотрим, как он выглядит. Надо сказать, что Михаил настолько успешно завершил свое выступление, каким он сырым был в начале. Невнятно начал, да? Да, невнятно. Вот здесь все-таки он и своей манерой вроде не изменяет, да, работает такими одиночными ударами. Но чаще наказывает, стоит ближе к сопернику, пожестче работает. Вот. Никит, ну я очень хочу, чтобы ты взял реванш в этой лиге или какой-либо другой. Доказал, что ты способен завоевать путевку. Ты у нас лидер сегодня в полутяжелом весе. И поехал на Олимпийские игры. И чтобы вот один из поясов, вот этих лиг, украсил твой торс мощный. Спасибо. Вот так что вот этот бой стал историей. И вот есть у нас первые пояса. Ну, как ты смотришь все-таки, осталось немного времени до Бразильской Олимпиады. Какие твои основные соперники, конкуренты? Знаком ли ты с ситуацией в своем весе вообще? Да, знаком. В моем весе, кроме тех, кто боксирует в IPB в проехте, да, это очень сильный боксер, признаться. Есть также вот Кубинец, двукратный чемпион мира, тоже очень сильный боксер, который боксирует в WSB в лиге. Вот. Смотреть бокс любительский и при любых обстоятельствах, как говорит рефери, защищать себя. Ну, мы, дорогие друзья, следуем нашей традиции. У нас только самые лучшие люди из мира бокса. Звезды профессионального и любительского ринга. Смотрите территорию бокса на телеканале «Боец» два раза в месяц. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова